Москва, 5 мая, РИА Новости Невыплаты Москвой части своего взноса в бюджет Совета Европы пока не повлияли на работу организации, считает глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Европейская конвенция по правам человека вступила в силу для российской стороны 5 мая 1998 года. Сейчас отношения России и Совета Европы переживают непростые времена. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций, пока ПАСИ никак не отреагировала на это предложение. В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегаций в ПАСИ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов. ПАСИ признала в начале весенней сессии, что из-за отказа Москвы платить свой взнос, в также из-за возвращения Турции в обычные плательщики в бюджете Совета образовался дефицит в 18 миллионов евро. Уходящий генсек Совета Европы Турбьерн Егланг предупредил, что, если Россия не выплатит взнос, в ее отношении уставной орган, комитет министров, может принять меры в 2019 году. Комментируя в интервью РИО новости сложившуюся ситуацию, глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, отвечая на вопрос о том, повлияло ли отсутствие российского взноса на работу других организаций Совета отметил, что пока не повлияли. А имеющимся данным, запас прочности у Совета Европы есть финансовая подушка, минимум, на год, добавил он. Если ничего не делать, то проблемы, связанные с отсутствием российской доли в бюджете, действительно начнутся если не в этом, то в следующем году, сказал сенатор. Но времени вполне достаточно для того, чтобы обратиться к проблемам по существу и исправить недемократичные положения правил процедуры ПАСИ до того, как разразится настоящий кризис, заключил он. Полное интервью Константина Косачева читайте.